Дай почитать. Его умный отец и его красавица-мать в разводе, а ему так хочется единения, дружной семьи, а еще иметь собаку. Но все к прискорбию складывается неудачно. А родители сходиться не собираются, мама заставляет Степу сменить школу, и из отличника он превращается в троечник, а тут еще и проблемы с историей и учителями истории. А у отца большие неприятности, из его банка пропала огромная сумма денег. И тут происходит неслыханное и невозможное. Степа и его отец попадают в страну несозданных шедевров, где властвуют древнегреческие музы. Клео, Урания, Клеопа, Терпсихора, Эфтерпа и другие. Но настоящей подругой для Степана станет юная техная. Именно эти двое разоблачат самозванца, переодевшегося в клео, а ее саму заточившего в тайной комнате. Этот самозванец словно клоун и самое страшное бесцеремонно искажает историю. Музы ведут опись ненаписанных шедевров. Оказывается, нераскрытый гений – это подгений. И когда он по той или иной причине не осуществляет задуманного или вообще избирает не ту профессию, несовершенные шедевры попадают в хранилище к музам на вечный срок хранения. Но кроме этого департамента есть еще другой. Как только на Земле какой-нибудь подгений создает шедевр из картотеки «Муз», то этот шедевр, возникающий у людей, автоматически исчезает у «Муз». Но вот уже несколько столетий происходят странные вещи. Среди «Муз» появился шпион. Ну, я уже раскрыла тайну, это лжеклио. Музы знают будущее Степы Тутышкина, он станет великим сыщиком и вызывают его в свой необыкновенный город. В книге много ярких имен, малоизвестных фактов и достаточно ловко вплетенной дидактики. В итоге деньги возвращаются, папа с мамой опять поженились, потому что определились с правильным выбором профессии. Ну, а Степа Тутышкин, разумеется, стал современным Шерлоком Холмсом 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53 и Волкова 6А. До новых встреч! Дай почитать!